Добрый вечер, это такой выпуск новостей в прямом эфире Тагил-ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Сергей Носов, мэр города. Сегодня в зале коллегии администрации города прошла его инаугурация. На церемонию приехали первые лица Нижнего Тагила и области. А вот заместителей главы города на инаугурации не позвали. Почему? Уральский народный промысел будет жить. Современные тагильские мастера представили на выставке подносы и берестяные изделия. Пользуются ли эти вещи спросом у народа? Вспышки гриппа на Евраз-НТМК не будет. Там активно идет вакцинация металлургов. Прививки ставят прямо на рабочем месте и бесплатно. Начнем с самой главной новости для Нижнего Тагила. Сергей Носов уже мэр города. Сегодня в зале коллегии администрации города прошла его инаугурация. На церемонию приехали губернатор Евгений Куйвашев, областные и местные чиновники, депутаты законодательного собрания Свердловской области и Тагильской городской думы. А вот заместителей главы города Нижний Тагил на инаугурацию не было. Почему? Ответы дали. Я, Носов Сергей Константинович, вступая в должность главы города Нижний Тагил, торжественно обещаю, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города. Присяга в ручении удостоверения главы города. С этого момента Сергей Носов – мэр Нижнего Тагила. На его инаугурацию съехались первые лица области и города. Практически каждый поздравил нового мэра с оступлением в должность. Убедительная победа на выборах – это подтверждение и уверенность, и надежда избирателей. А избиратели связывают с вами надежды на дальнейшее развитие города и на повышение качества жизни тагильчан от Павла до Великая. Сейчас, говорили на инаугурации, в истории Нижнего Тагила открывается новая страница. Это действительно историческое событие. Я решила сегодня посмотреть в архиве. Город Нижний Тагил получил статус города официально в 1919 году. И знаете, кто возглавил Первый городской совет? Носов – Василий Борисович. Так что исторически вы действительно сегодня открываете новую страницу в истории власти и в истории города Нижнего Тагила. Какой будет эта история, пока неизвестно. Впереди кадровые перестановки в администрации города, исполнение обещаний перед тагильчанами и решение проблем Нижнего Тагила. Стоит отметить, что инаугурации не было ни одного действующего заместителя главы города. На чаше весов было замглавы города или все-таки пресса? Я думаю, что замглавы города меня поймут или, во всяком случае, я с ними объясню. С вами работать ответственнее и решили не шутить. После инаугурации Сергей Носов сразу прошел в свой новый кабинет. Табличка на двери появилась во время церемонии. То, что тагильчане оказали колоссальную, громадную поддержку, доверие вам, это большой аванс, который необходимо будет нам всем проработать. Думаю, что необходимо в вашей работе сегодня определиться с главными задачами, с главными проблемами, которых необходимо будет решать. И я тоже пообещал, и вам, Сергей Константинович, и тагильчанам в своем выступлении. Мы обязательно поможем. Я еще раз хотел бы сказать, что я считаю, что то высокое доверие и высокий процент, как я имею в виду, который был продемонстрирован в Нижнем Тагиле, это реакция тагильчан или ответ тагильчан на внимание власти, прежде всего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, к Нижнему Тагилу и на ваше личное участие в судьбе этого города. Через полтора месяца Сергей Носов и Евгений Куйвашев встретятся вновь. Губернатор приедет всем составом президиума правительства, чтобы обсудить развитие города. Экс-глава города Валентина Исаева останется без заработной платы. Напомним, по закону после отставки любой мэр на протяжении полугода получал дополнительные деньги в размере оклада. Сейчас в законе Свердловской области произошли изменения и строку о выплате средств главе города убрали. Сегодня депутаты Нижнего Тагила внесли поправки в устав города на публичных слушаниях. То есть, так же как главы действующих, точно так же для депутатов, те основания, которые были предусмотрены, гарантия осуществления полномочий и сохранения действующей заработной платы на срок 6 месяцев, сейчас упраздняются. И в соответствии с действующим законом, внесением изменения закона о 29 венте 2012 года. То есть, в решении Думы предложено пункт 12 статьи 25 и пункт 15 статьи 25, предварительным сроком. Изменений в уставе несколько. Например, статья 5.1 дополнилась новым подпунктом. Согласно ему, инвалиды имеют право создавать общественное объединение, а органы местного самоуправления оказывать поддержку, в том числе в виде безвозмездного имущества. Раньше, говорит Лидия Панникова, в городе эти действия на основании федерального закона выполнялись, но в уставе города прописаны не были. За выдвинутые поправки присутствующие проголосовали единогласно. Теперь их рассмотрят на заседании городской думы. Новый пункт появился в платежках за коммунальные услуги и вызвал резонанс. Теперь горожане должны оплачивать не только личное потребление, но и нужды всего дома. Работу лифтов, освещение подъездов, технологические промывки системы водоснабжения. Посмотрев по ряду домов, где отсутствуют приборы, учеты и начисляется все по нормативу, идет снижение. Я еще раз говорю, что сентябрь не показательный, потому что много ошибок по местам общего пользования, по площадям. И вот по нескольким домам, значит, у нас только увеличение произошло, например, по 9-этажному дому Калинина 111. В целом, по Тагилу отметили на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, сумма оплаты за услуги ЖКХ уменьшилась. Связано это со снижением нормативов потребления холодной и горячей воды на человека. Так, например, по последнему уменьшение произошло на 13%. Обокрала государство. Жительница вагонки незаконно воспользовалась материнским капиталом. С помощью ряда махинаций она обналичила семейный сертификат. Вначале потратила его на покупку комнаты в общежитии, а затем, даже не взглянув на приобретенное помещение, продала его третьим лицам. Обладательница материнского семейного капитала, прочитав в газете рекламный вестник объявления о том, что помогут с обналичиванием денег материнского капитала, обратилась в риэлторскую фирму, где ей пообещали помочь без всяких последствий обналичить деньги. От сделки получила лишь треть денег. Остальное, по словам риэлтора, отдала в виде вознаграждения своим помощникам. Мать двоих детей свой поступок объяснила острой нехваткой денег. Мол, задолжала за детский сад. Но доказать свои слова так и не смогла. Ни одной подтверждающей платежки полицейским не предоставила. Теперь женщине грозит штраф, либо обязательные, или исправительные работы. Через несколько недель медики прогнозируют вспышку гриппа. Чтобы избежать эпидемию, в Нижнем Тагиле активно ведется вакцинация населения. Некоторым тагильчанам прививки ставят прямо на рабочем месте. На массовой вакцинации работников ЕвразНТМК побывала Ольга Шульга. Это информация, что вы согласны, фамилия, имя, отчество, домашний адрес, число и роспись. Заполнить необходимую документацию, узнать, нет ли аллергии и температуры. У меня опрос перед вакцинацией. Металлургам ставят прививки от гриппа. В таком регионе живем. В Урале постоянная погода портится, и все. Природные катаклизмы. Поэтому считаю, что по возможности надо прививаться. У нас ведущий жиротехнолог постоянно должен быть на рабочем месте. Заниматься сбором, анализом информации, ходить на печах и болеть, в принципе, нельзя. Иммунизация почти не отходя от рабочего места. Прививки работникам НТМК ставят в здравпунктах. Их на комбинате порядка 20. Причем вакцина для металлургов бесплатна. Не надо, как говорится, время тратить, дергаться куда-то, узнавать, где что и сколько, и как все это делается. Тут пришел, пожалуйста. Всего в этом году привиты должны быть порядка 3,5 тысяч металлургов. Именно столько человек необходимо иммунизировать, чтобы избежать эпидемии на предприятии. Причем те, кто ставил прививку в прошлом году, в этом уже не защищены. Появился новый штамм гриппа. Вакцина постоянно видоизменяется. Поэтому, конечно, это Всемирная организация здравоохранения, они все время корректируют вакцину. Конечно, прививка не гарантирует стопроцентной защиты от гриппа, говорят медики. Однако вакцинация необходима каждому. Препарат помогает организму бороться с инфекцией. Сталь прививки на комбинате планируется до ноября. Именно в это время считают специалисты от вакцинации максимальный эффект. Однако, если кто-то не успеет иммунизироваться вовремя, в прививке от гриппа в здравпунктах не откажут. Ольга Шульга, Александр Штраух, Егор Гошин. Новости Тагил ТВ. Рекорд бьет по осям. На Уралвагонзаводе досрочно откована 100-тысячная вагонная ось. Вести отчет многокилограммовых изделий в первом кузнечном цехе УВЗ – традиция. Удастся ли побить годовой рекорд, расскажут наши коллеги со студии подготовки программ Уралвагонзавода. Перед две с половиной минуты радиально-ковочная машина превратит раскаленную заготовку в вагонную ось – 100-тысячную в этом году. Отсчет начинается ежегодно 1 января. В 2011-м 100-тысячную ось кузница отковала в начале ноября. На этот раз важный производственный рубеж достигнут на месяц раньше – 2 октября. Увеличить темп помог капитальный ремонт методической печи номер 2, которая нагревает заготовки для осей. В связи с проведенным ремонтом у нас сейчас, я так думаю, что нагрев заготовки, мы практически сняли все вопросы по нему. То есть печь после ремонта выдает достаточно хорошую производительность. За это время ремонта объемы практически по производству мы не потеряли. У нас получилось так, что по сравнению с прошлым годом, за счет этого ремонта, именно в августе месяце, мы вышли на месяц как вперед. Ковка 100-тысячной оси в этом году выпала на смену кузнеца Вадима Шарапова. Говорит, работа будничная, но все равно приятно, что цех ставит новый рекорд. Ведь здесь каждый постарался. Работа кузнеца зависит от связки с нагревальщиком. У нас нагревательная печь и грейс из заготовки. Все зависит на процентах 50-60 от работы. Нагревальщик хороший, как правило, и работаем довольно-таки хорошо. То есть укладываемся всегда в план, работаем практически без простоев. С выпуском 100-тысячной оси коллектив первого кузнечного поздравил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Ощепкин. Мы каждый год перед собой ставим такую задачу, то есть 100-тысячную ось отковать как можно быстрее. В этом году, я думаю, что у нас будет вообще производственный рекорд по году. Мы примерно планируем где-то отковать 130-135 тысяч. Кроме вагоносборочного конвейера УВЗ, кузница обеспечивает осями предприятие в Тамбове, Тихвине, Твери. Причем каждая, вышедшая из цеха ось, соответствует всем требованиям ГОСТа. Потому что в первом кузнечном строго следует традициям качества, применяя передовые технологии. Уральский народный промысел будет жить. Сегодня в седьмом филиале городской библиотеки прошла выставка промыслов. Современные тагильские мастера представили подносы и берестяные изделия. Пользуются ли эти вещи спросом у народа, Александр Мешков расскажет. Исконные изделия из бересты создаются без клея. Работа исключительно с натуральными материалами в свое время увлекла Елену Сергину. Ее творения не просто экспонаты выставки. Все они могут использоваться в жизни. Если это ювелирные украшения, серьги, кулоны, браслеты, очели, это тоже можно использовать в своей жизни. Почему? Потому что береста обладает специальными свойствами, да, и дезинфицирующими, а также лечит головную боль. Изделия, признается Елена, расходятся на ура. Для поддержки и развития народного промысла она регулярно проводит мастер-классы, участвует в выставках. Ее берестяные туиски часто соседствуют с подносами Сергея Веселкова. Однажды этот тагильский мастер расписывал поднос в подарок для Владимира Путина. Одно из пожеланий было, чтобы он был на какой-то интересной форме, именно характерной для тагильского подноса. Это восьмигранная форма с пресечным бортом. Копию подарочного подноса можно увидеть в седьмом филиале городской библиотеки. Выставка названа «Возрождая промыслы Урала». Подносы и берестяные изделия объединены в одну экспозицию, потому что в их создании есть общие элементы, такие как исконно уральский орнамент. Читатели, посетители библиотеки имеют возможность не только посмотреть интересные, уникальные в своем роде работы, но и познакомиться с людьми, мастерами, которые создали все эти прекрасные вещи. Выставка, заверили организаторы, продлится еще неделю. Александр Мешков, Павел Охотников, Анатолий Тютин, Новости Тагил ТВ. Такова была информационная картина среды. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам и получайте призы, делайте новости вместе с нами. Наш телефон 4195-51. Адрес сайта www.tagildefistv.ru Раздел «Сообщие новость». Всего доброго.